В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Вуслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. На Аллее Славы прошел традиционный митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Дети войны веет холодом. Дети войны пахнет голодом. В 22-й раз в муниципалитете состоялся конкурс эстрадного вокала «Эдельвейс». В историко-культурном центре открылась выставка заслуженного художника России Алексея Кравченко. Я представляю картины, ну такие размышления про наше время. Ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В преддверии этой даты в городе Видное на Аллее Славы прошел традиционный митинг, посвященный этой скорбной дате. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. К сожалению, все меньше остается живых свидетелей Великой Отечественной. И прежде всего это дети войны и малолетние узники фашизма. Именно к ним были обращены все теплые слова, которые говорили во время митинга на Аллее Славы в Видном. Мы хотели бы сказать слова искренней признательности, что вы через всю свою жизнь пронесли эти детские, нечеловеческие испытания и воспоминания. Спасибо вам большое и низкий поклон за то, что вы принимаете активное участие в жизни и деятельности нашего Ленинского городского округа. Действительно, эти люди, несмотря на возраст, активно участвуют в воспитании подрастающего поколения, оказывают помощь в проведении различных мероприятий, а еще делают свой посильный вклад в сохранение памяти о детях, которые стали жертвами уже другой войны. Мы, например, сделали скромные взносы для ухода за могилами детей на Аллее Ангелов в Донецке и боевое братство во главе с Владимиром Леонидовичем Песоченко. Смогли отправить все по назначению и могилы приведены в порядок. 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Но, по сути, он объединяет всех, кто помнит ту далекую войну. Хоть и говорится, что время лечит, забыть пережитый ужас до конца не получается. В памяти, как ребенку, все стерлось. Только вот это, помнишь, свист бомб. Эти бочки, они пустые с бомбами, кидали пустые бочки. И как нас собирали воспитатели детей, как цыплят. На территории совхоза организовали вот эти лагери. Как было страшно, ребята, под проволокой. Я, значит, меня, еще и мама умерла в 45-м году. В наше непростое время дети вновь оказались жертвами боевых действий. А значит, и эта памятная дата приобретает новый, дополнительный смысл. Я всем нам сегодня с вами желаю, чтобы мы старались жить так, чтобы у дьявола не было бы повода для радости. Чтобы мы жили так, чтобы дети не страдали от поступков взрослых. Завершился торжественный митинг возложением цветов. Дети войны веет холодом. Дети войны пахнет голодом. Дети войны дыбом волосы. На детских челках седые волосы. Дети войны и боль отчаяния. О, сколько надо нам минут молчания. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Новый взгляд на концепцию благоустройства Видновского парка представил первый заместитель главы администрации округа Альберт Гравин. С учетом пожеланий жителей было изменено строительство ряда ранее предполагаемых объектов. Подробнее расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. Благоустройство парка в шестом микрорайоне города Видное наконец начинается. Обилие снега, а затем его активное таяние, прежде не давало подрядчику возможности вплотную заняться работами по реализации губернаторского проекта «Леса Подмосковья». Весна вступила в свои права, земля подсохла, строители вышли на объект. Совсем скоро здесь все изменится. При этом лес сохранит свою индивидуальность, природу, деревья, о которых так заботятся местные жители. Видновский парк. Вот новое название леса на Ольховой. По запросу жителей разработан концептуально другой проект реализации благоустройства. В частности, почему-то, на мой взгляд, хорошая идея, связанная со стадионом в центре этого парка, не понравилась. Мы ее убрали в новой концепции. Значит, дальше очень хорошая история связана была с разработкой особо охранной природной территории. Это было дано поручение на одном из совещаний. И проектировщик, который у нас победитель, он это дело все учел. И все тропиночные сети, которые прогулочные, они прошли как раз не затрагивая вот эту флору, фауну, которая была отражена в этом экологическом проекте. Финансирование проекта полностью сформировано. Большая часть средств выделена из регионального бюджета. Деньги на благоустройство предоставил и муниципалитет. Уже известно, что здесь появится освещение, лыжная трасса, зона катания на тюбинках и новая детская площадка. Здесь мы привыкли, здесь детки всегда гуляют, здесь тихо. Птички поют, солнышко и в тишине, в природе мы здесь отдыхаем. В целом неплохо. Можно было бы сделать освещение, засыпать дорожки, чтобы можно было кататься на самокатах, на велосипедах. По поручению первого заместителя главы администрации округа Альберта Гравина, старт работ знаменует субботник, который состоится 22 апреля. Вместе с жителями на уборку территории должны выйти сотрудники подрядной организации. Сроки окончания работ четко обозначены. Это ноябрь 2023 года. Посещать же парк и пользоваться готовыми объектами жители смогут с сентября. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно. В Ленинском округе состоялся муниципальный этап президентских состязаний. Его провел Совет сторонников Единой России и активисты Молодой гвардии Единой России. Главная цель президентских состязаний – укрепление здоровья детей, вовлечение в занятия физической культурой и спортом, приобщение к идеалам и ценностям олимпийского движения. Мероприятие было приурочено к Дню здоровья и прошло в Видновской школе номер 7. Позвольте от имени главы Ленинского городского округа передать слова приветствия вам всех и передать вам всем успехов в том, чтобы вы достигли сегодня победы, достигали всегда и стремились вы спортсмены, а спорт – это сила. Активисты Молодой гвардии в рамках проекта «Детский спорт» регистрировали команды, помогали судейской коллегии и награждали победителей. Победителями состязаний стали команды Видновской гимназии и школы номер 7. Они представят муниципалитет на региональном этапе. В историко-культурном центре состоялось открытие выставки заслуженного художника России, профессора Московской государственной академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки, Алексея Кравченко. На экспозиции представлено около 50 работ живописца, выполненных пастелью, акварелью и в смешанной технике. Для своей персональной выставки в историко-культурном центре заслуженный художник России Алексей Кравченко подобрал картины, которые были написаны за последнее десятилетие. Автор экспозиции считает, что искусство должно быть прежде всего понятно людям. На полотнах время настоящее и мир, в котором мы живем, здесь и сейчас. Многим это будет и интересно, и в то же время непривычно, необычно. Люди, которые знают меня как художника, в основном воспринимают меня как такого пейзажного лирика. А здесь я представляю картины, ну такие размышления про наше время. Видный художник привез более 50 картин. Огромный формат полотен впечатляет. Сотрудникам историко-культурного центра пришлось постараться, чтобы разместить работы мастера в выставочных залах. Очень тяжелые рамы. Посмотрите, какие профессиональные потрясающие рамы. Толстое стекло. Картины безумно тяжелые. Нам пришлось укреплять наши подвесы, потому что они под тяжестью картин прогибались. Но то, что картина такого размера, это, конечно, производит определенный эффект на зрителя. Творческую деятельность художник успешно совмещает с педагогической. С 2012 года Алексей Кравченко – профессор Московской государственной академии акварели и изящных искусств Сергей Андреяки. Рады тому, что вы удостоили нас чести познакомиться с вашими произведениями. Они очень интересные, они необычные. Выставок у нас очень много проходит. Именно сегодня мы увидели совсем другой формат произведений. Вы у нас человек большой величины. Мы рады с вами сотрудничать. Александра Танос в восхищении от картин художника. Видновчанка впервые в историко-культурном центре. И это посещение оказалось очень ярким. У меня потрясающее впечатление от выставки. Меня вдохновила выставка. И очень хочется бывать чаще на таких потрясающих выставках. Приходите все. Работы Алексея Кравченко выставлялись во многих странах мира. Теперь насладиться произведениями живописцам могут и видновчане. Экспозиция будет работать до 30 апреля. В 22-й раз в муниципалитете состоялся конкурс эстрадного вокала «Эдельвейс». В нем могли принять участие все желающие, кто грезит о сцене и хочет продемонстрировать свой исполнительский талант. На мероприятие побывал Дмитрий Книга. В видновском дворце культуры состоялся финал фестиваля конкурса эстрадной песни Ленинского городского округа «Эдельвейс». На сцену вышли 66 участников. Здесь участвуют как и школьники, как и молодые люди, также люди, любящие просто песню, работающие совершенно в других специальностях. Но когда душа поет и хочется выйти на сцену, мы даем такую возможность. И, поверьте, не хуже профессиональных артистов бывает зачастую. Конкурс «Эдельвейс» имеет многолетнюю историю и проводился уже в 22-й раз. Многие из финалистов не новички. Из года в год они показывают свои таланты жителям муниципалитета. «Эдельвейс» – это мое саморазвитие, это мой рост. И, собственно, я делаю то, что мне нравится для души, для себя в первую очередь. А то, что идет от меня от души, от сердца, это и зрителю приятно всегда. Жюри конкурса состояло из преподавателей ведущих вокальных вузов страны. Они оценивали конкурсантов не только по уровню владения голосом, но также артистическую составляющую номеров участников. Необходимо было передать настроение исполняемой композиции. Очень важно, чтобы артист понимал, в принципе, зачем он выходит на сцену, какая есть задача, какая есть сверхзадача, и вообще для чего он это делает, самое главное. Для чего человек выходит на сцену и что он хочет донести зрителям. Многие из певцов имеют довольно богатый опыт выступления на сцене, но все равно, оказываясь один на один со зрительным залом, они испытывали волнение и трепет. Я хочу выходить из зоны комфорта. Я хочу себе не давать на место, сидеть на месте и что-то надо делать, творить, и добавлять энергии и адреналина. Сейчас вышел из-за сцены и плакал, ребят, плакал, потому что эмоции зашкаривали так, что прямо. Мне кажется, что это логично, когда выходишь на сцену, перебарывать свой страх и идти вперед, получать удовольствие от выступления на сцене. Поддержка зала очень помогла, но, конечно, я считаю, что я в целом неплохо выступила, но ошибки тоже есть, над которыми нужно будет работать. Все конкурсанты были разделены на шесть возрастных категорий. В каждой из них жюри выявляло лучших. Победители получили подарки от спонсоров фестиваля и возможность в будущем выступать на окружных мероприятиях. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok